Напряженная борьба на протяжении долгих месяцев и вот он долгожданный финал КВН. Из 18 команд, которые боролись за победу, осталось 4. Перед началом игры участники полны эмоций и готовности выхватить у соперников заветный кубок победителя. За первое место борются лучшие команды сезона – Самарского экономического университета, юридического института ФСИН, социально-педагогического университета и Самарского аграрного университета. Естественно, мы надеемся на победу и все для этого сделали. А там уже пусть что будет. КВН – такая игра, понимаете, игра эмоций. Реквизит, массовка, куча всяких шуток интересных, энергетика и все-все такое. Огромный корабль на сцену выключил. Ребята творчески подготовились, но судя по репетициям, я все равно вижу, что они очень дружны между собой, что они приобретают помимо творческих навыков и возможности работать с большой аудиторией, они приобретают самое главное – это друзей. Лидер наметился с самого начала. Шутки студентов Самарского аграрного университета, расположенного в Усть-Кенельске, подкупали отсылкой к тем ситуациям, с которыми, по признанию жюри, сталкивается каждый. В каждом классе рано или поздно появляется школьник, который по своему физическому развитию обгоняет физрука. Победителем сезона стала команда «Уголов чудес» аграрного университета, а ее участница Евгения Белоусова признана игроком сезона. На самом деле мы рассчитывали на эту победу, мы не знали, результаты всегда непредсказуемы, но мы поняли, что либо сегодня все, или ничего. Кубки победителем вручила глава Самары Елена Лапушкина, а специальный приз главы города достался участнику команды «Уголов чудес». Спасибо, Сергей Николаевич, за Вашу любовь к КВНу, за Вашу любовь к Самаре и за КВН в Самаре. Ваша команда прекрасная и надеюсь, что наше совместное сотрудничество будет продолжаться еще долгие-долгие годы. Моя сестра окончательно тронула пятиклассник, который больше учителей физкультуры. Команда победителя «Уголок чудес» будет представлять Самарскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи. Виктория Шарай, Константин Головин. События.